Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы поговорим об модификациях различных для старта в дополнении Shadowlands. Само собой, видосик будет полезен тем людям, которые хотят просто-напросто ускорить свою прокачку каким-либо способом с помощью модификаций. Например, есть модификация, которая позволит вестики автоматически брать. Некоторые модификации просто позволят проще взаимодействовать с какими-либо объектами, и сейчас мы об этом поговорим. Первая модификация, которую я хочу вам посоветовать, это Advanced Interface Options. Он просто-напросто восстанавливает все функции интерфейса, которые были, например, в Легионе. Можно настроить некоторые значения, можно настроить, по-моему, цифру урона, кому-то это хочется видеть при прокачке, и в целом можно увидеть различные старые настройки, которые были в игре ранее. Следующая модификация это Auto Turn In, автоматическая обработка заданий. Устанавливаем этот аддон, и в тот момент, когда мы подходим к мобчику, мы автоматически берем задание и сдаем задание. Но для этого нужно включить один интересный параметр. Открываем во вкладке модификации Auto Turn In и выбираем задание все, потому что по умолчанию включено только ежедневные задания. Если мы, например, не хотим сдавать кое-либо задание мобчику, а просто хотим с ним поговорить, то мы зажимаем кнопку Shift или любую другую, которую выберем, и все в принципе. Вручную уже сдаем квестики, общаемся с ним, делаем то, что нам нужно. И, конечно же, галочку включаем само собой. Третья модификация это Bug Grabber. Bug Grabber модификация, которая убирает абсолютно все оповещения об ошибках, которые у вас могут возникнуть в центре экрана. Не думаю, что вам хочется что-то видеть помимо своего персонажа, помимо мобчиков, с которыми вы будете взаимодействовать во время прокачки. Устанавливаете аддон, и даже если какие-то ошибки будут от каких-либо модификаций, то они будут убраны в чатик. Модификация Handy Notes и модуль Handy Notes Shadow Lens покажут вам абсолютно все сокровища, которые находятся в темных землях. Давайте откроем карту и посмотрим, как это выглядит в целом. Темные земли, например, Малдраксус. Все сокровища указаны, все черепочки указаны, что падает, какой лут. Если сундучок какой-то, то даже показывается, что, например, нам нужно сделать, для чего нужен этот сундучок, как с ним взаимодействовать. Например, в Андервельде есть сундук интересный, гармонии называется, требуется два человека. Один человек играет на арфе, а другой играет на барабане, чтобы открыть сундук. То есть, откуда вы это узнаете, например, да, можно зайти на вовхед, а так просто открываем карту при скачанном этом аддоне и абсолютно все смотрим. Я считаю это удобно в процессе прокачки. Модификация Personal Loot Helper будет полезна, скорее всего, для твинков, потому что мейнов мы будем прокачивать на сюжетной цепочке обязательно, а твинков уже будем вводить в подземелья, пятипипольные, нормал, и с целью того, чтобы одеться чуточку, мы будем брать вещицы с подземелья на 58, на 57, на 59 уровне. И эта модификация просто-напросто покажет в отдельном окне ту вещицу, которая, например, не нужна какому-либо человеку, и мы ее можем взять. То есть, таким образом можно немножечко одеть своего персонажа, при условии, если человек будет общительный и вы вообще сможете с ним сконтактировать, потому что некоторые люди ходят в инсты и вообще не читают чат-группы. Вот, а так, то есть, вам не придется задавать вопросы, по типу, нужна тебе эта шмотка или нет, можешь ты ее передать или нет, вам просто аддон покажет то, что человек может передать ту шмотку, и она вам подходит, и она вас улучшает. Просто-напросто меньше времени тратим на обработку информации, это полезно. Модификация Scrub. Модификация Scrub позволит вам быстренько очищать свои сумки от всякого мусора, который вы будете лутать в процессе прокачки. А также, если мы хотим продавать не только серые вещи автоматически, то мы заходим во вкладку «Назначение клавиш», мы открываем «Модификации», мы откручиваем в самый низ, и мы делаем бинт любой для нас удобной строчки «Toggle Item Under Cursor». То есть, мы наводим на какой-либо предмет, и нажимая «Бинт», который мы сделали, он помещается в список утиля. Когда появляется значок монетки, и в тот момент, когда мы откроем окно торговца, сможем нажать его, и мусор продастся. Это замечательно. Последняя модификация, которую я хочу вам посоветовать, это уже на свое усмотрение Tomcat Tours. Как вариант, я уверен, есть модуль для Shadowlands, и если вы не хотите юзать Handy Notes, то вы можете юзать Tomcat Tours. По своему усмотрению, хотите юзать Handy Notes, хотите используйте Tomcat Tours. Не думаю, что будет какая-то разница, но вдруг кому-то просто приятнее видеть другие иконочки на своей карте. На этом все. Если у вас есть какие-то интересные и полезные модификации, которыми вы хотите поделиться, дайте знать об этом в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, а также не забывайте о розыгрыше эпического издания Shadowlands. До скорого!